Должна ли я терпеть грубость и физическое насилие от мужа? Очевидно, вопрос к священнику со стороны православной женщины. Неправославная бы не спрашивала у батюшки и неправославная не была бы озабочена своей необходимостью в любом случае хранить семью, хранить узы, не действовать под впечатлением грубости и по действию собственных обиды, а просто развернулась бы и ушла, если что-то не устраивает. Очевидно, что вопрос рождается от чувства долга сохранить семью, не пренебречь своим избранникам, супругам, с которым сам Бог соединил в таинстве венчания. А вот он, оказывается, потерял человеческий облик, образ Божий и в повреждении душевном подымает руку на ту, кто ему верен, как немощнейший сосуд, чтобы его всячески беречь, хранить, заботиться, как раз становится разрушителем и тираном. Остается ли обязанность верности, сохранение единства, обязанность жены в данном случае перед своим супругом, который перестает быть главой, перестает быть источником славы, отражением которой является супруга. Жена есть отражение славы своего мужа, как луна, отражение света солнечного. Если речь идет уже о физических истязаниях, о нераскаянной грубости, не говорим, наверное, о каком-то отдельном срыве, каком-то нервном недоразумении, которое где-то вдруг проявилось грубостью или даже рукоприкладством, после которого сам исполнитель этого беззакония пришел в ужас от собственной поднятой руки против женщины, против жены своей и оплакивает свое согрешение, свое безрассудство. Если оно было совершено под воздействием винных паров, так зарекается уж и пить тогда, раз очевидная неустойчивость его в этом случае проявляется в таком распускании рук. Но говорим о ситуации, где унижение физическое, истязание входит уже в некоторый порядок, в котором, существуя, женщина уже в отношении некогда избранника своего, его любимого заступника и попечителя теперь видит только мучителя и исполнена страхом перед ним, ужасом перед его новыми заскоками и силовыми демонстрациями своего превосходства над ней. При всей святости Семейного Союза и его нерасторжимости существуют и Церкви, и Священным Синодом Русской Православной Церкви сформулированы обстоятельства, при которых святыня брака оказывается упраздненной, растоптанной нарушителем этого Союза. Психическое ли заболевание, которое как раз, видимо, чаще всего имеет место в случае нами описываемом, о котором вы спрашиваете, впадение в какие-то демонические, оккультные учения и ереси, половины, противоестественное расположение к противоестественным отношениям, интимным, когда очевидно естественное употребление женского пола подменяется противоестественным, принося осквернение и непотребство на супружеское ложе, и является это также следствием глубокого психического повреждения того, кто теперь уже недовольствуется по слову апостола Павла естественной близостью со своей супругой, следствием которых является и чадо-родие, а его категорические условия продолжения отношений связаны с противоестественным поруганием естества супруги. Это также признак духовной болезни и душевной поврежденности, которая делает вовсе необязательным для супруги продолжение подобных отношений. Посигновение на жизнь собственных детей, уже рожденных или находящихся в очреве матери, например, бывший уже, можно сказать, смело муж или отец ребенка, который требует убийства собственного ребенка под сердцем матери, участником зачатия которого он являлся. Все это вместе, и подобный список можно, он более продолжительный, можно с ним познакомиться на сайте Московской Патриархии, несомненно указывает на то, что существуют обстоятельства, среди которых и вот это тираническое расположение со стороны спутника жизни, которые освобождают супругу не для прелюбодеяния, не для супружеских измен, но от подобного союза. И если этот временный уход не изменит к покаянию, не послужит переменам в расположении человека решительным, то тогда не будет никаких оснований, воссоединяясь, продолжать это совместное жительство. Но при этом вразумительная потеря, хотя бы и на время своей привычной супруги, сильно расположить к покаянию, сильно для людей, еще не окончательно съехавших, принять добрые решения по изменению к лучшему в самих себе, и с помощью Божьей благодати, принося покаяние, исповедуясь и приобретая от Господа благодатную помощь в преодолении своих ожесточений, повреждений, уж откуда-то приобретенных. Догадываемся мы, откуда они приходят в современное мужское поколение, представителей современного мужского пола. Тем не менее, не непобедимы бывают эти искушения в тех, кто не окончательно сожжен совестью, некатастрофически повредился духовно и душевно, и вполне может послужить такое временное отчуждение для приведения в покаяние и в благодатные изменения того, кто разрушал или разрушил семейный свой союз действиями и расположениями враждебными, демоническими, человеконенавистническими, разрушительными и для душ, и для тел всех участников этого союза. В семье, где царствует этот страх, ненависть, насилие, не могут вырасти здоровые психические дети, да и физически тоже. Современная трагическая ситуация с детским здоровьем — это отражение, как правило, тягостного, мрачного состояния отношений между папой и мамой, которые по инерции или по какому-то ложному чувству считают необходимым хранить такой плохой союз союз, воспринимая его участью лучше, чем хороший разрыв и разделение. Надо все-таки здесь иметь ясное понятие, что Бог благословляет союз любви, союз взаимного терпения и заботы, союз взаимной нежности и молитвенного подкрепления друг к другу, союз единства в воспитательных и попечительных заботах о своем подрастающем поколении, о детях, а не устанавливая некоторую обреченность до смерти, находиться в темнице этого порочного единства, когда оно таким стало. Помоги Бог, трудясь и претерпевая различные неустройства человеческие на путях созидания семейного счастья, дома своего, тем не менее иметь и решимость тогда, когда ситуация уже перестает быть здоровой, когда вражьи силы побеждают душу некогда здоровой половины, то тогда принимать и ради душевного и телесного здоровья детей, и ради своего собственного спасения принимать решение и о отчуждении от подобного союза. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok